В Нисейском районе появились первые приемные семьи. Как взять под опеку одиноких пенсионеров? Нам хорошо на пару. Мы общаемся, я знаю, что меня кто-то ждет дома. Она знает, что к ней кто-то придет. Всегда горячее питание. Школы Зеленогорска оборудовали современной итальянской техникой для подогрева еды. Они подогревают пищу за счет воды. Создается ситуация термоса. Как в термосе держится температура, они расходят гораздо меньше энергии, пищу держат постоянно горячее. Путешествие в мир профессии. Увлекательный квест для воспитанников детских садов Лисосибирска. Наш девич не умирает. Все пойти и все узнать. Наталья о ней расстается с Надеждой уже больше года. Они всегда вместе и дома, и в город, и в больницу. На этот раз они приехали из Шапкина за направлением к врачу, чтобы получить рецепты на лекарства. Наталья сначала ухаживала за одинокой соседкой, как сотрудница социальной помощи. А через время решила забрать бабушку домой. Благо, места много. Дети выросли и обзавелись своими семьями. Сердце подсказало, что человеку нужна помощь, что и мне ее помощь нужна, когда мы вместе. Нам хорошо на пару. Мы общаемся, я знаю, что меня кто-то ждет дома. Она знает, что к ней кто-то придет. Наталья стала первой в Енисейском районе, кто взял под опеку чужую пожилую женщину, которая осталась одна. Мне было неудобно, было стыдно, что вот в таком состоянии негодные элементы. Ну, а потом, когда сильно прихватила и сказали, что мне осталось немножко, думаю, ладно. На это согласилась. Ну, и вроде бы я и не прогадала, как говорится, девчонки хорошие. Таких, как Надежда Васильевна, в Енисейском районе немного, но есть. Дети умерли, внуки забыли. Приемные семьи дают возможность старикам спокойно провести старость. Нина Александровна в свои 83 года оказалась на улице. После того, как ее дом сожгли, женщина ослепла, а нечестные люди пытались воспользоваться беспомощностью пенсионерки. В новой семье теперь Нину Александровну ласково называют бабушкой. Ей всегда стараются угодить. На столе любимые конфеты, а еще сладкий кофе. Вот так тебе красиво делаем. Вот вчера ее подстригли, в банку сходили, все. Очень хорошо я живу. Очень. Даже прекрасно. Нет у меня таких слов сказать про нее. Очень хороший человек. По замыслу авторов проекта, приемные семьи в идеале должны заменить дома престарелых. Государство обязуется выплачивать пособия по уходу за пенсионерами. Сейчас в Енисейском районе это чуть больше 9 тысяч рублей в месяц. Желающие взять в семью пожилого человека проходят строгий отбор. Соцработники проверяют и материальную обеспеченность, и психологическую устойчивость. Сейчас мы ведем определенную информационно-разъяснительную работу по созданию приемной семьи. В должностных обязанностях у социальных работников и у специалистов четко прописано выявление граждан, нуждающихся в социальной помощи. На сегодняшний день пока создано две семьи. Обратившихся пока нет в Управление социальной защиты. Мы следим очень строго за тем, чтобы такие нуждающиеся были, и сразу же была им оказана помощь в создании приемной семьи. Директор 176-й школы демонстрирует новые передвижные мармиты, поступившие в учреждение буквально два дня назад. Оборудование призвано решить проблему раздачи горячего питания в столовой. Теперь первое и второе блюда будут подаваться к столу нужной температуры. По описанию, мармит данной конструкции может держать данную температуру пищи до 200 часов. Вот только что смотрели в инструкции, до 200 часов это может все держаться. Планировалось, что семь городских школ оборудуют как стационарными, так и передвижными мармитами к новому учебному году. Но сроки затянулись. Если стационарное оборудование поступило в три учреждения еще в середине августа, то мобильные мармиты пришлось ждать дольше. При организации закупки оказалось, что в России такое оборудование сегодня не выпускают. Подходящее удалось найти у итальянского производителя. С учетом доставки из-за рубежа, дата сдвинулась практически на два месяца. Но ожидание того стоило. Мармиты уникальны по своей технологии. То есть, если вот те старые мармиты, которые были у нас в виничной школе и вышли из строя, они были просто для подогрева пищи и расходовали много энергии, на сегодня уже практически не работали. То новые мармиты, там ситуация, что они подогревают пищу за счет воды. Создается ситуация термоса. Сборкой и наладкой поступившего в школу оборудования занимаются специалисты, обслуживающие учреждения и организации. До этого им приходилось иметь дело с мармитами еще советского производства. За более чем 30-летний срок эксплуатации они устарели и физически, и давно отстали в техническом плане. Специалисты отмечают, преимущества новых мармитов очевидны. В рамках усовершенствования системы питания в образовательных учреждениях на оборудовании семи школ стационарными и передвижными мармитами из бюджета города выделили порядка миллиона ста тысяч рублей. Стоимость каждого передвижного мармита более 40 тысяч. В зависимости от потребностей школ в каждой появились от двух до пяти единиц такого мобильного оборудования. В Шушенском прошел молодежный сельскохозяйственный форум. В нем приняли участие ученики школ района и студенты колледжа, которые в будущем планируют работать на земле. Для того, чтобы подростки поближе познакомились с аграрным сектором, организаторы мероприятия пригласили специалистов отдела сельского хозяйства администрации района, а также шушенских предпринимателей, которые поделились опытом ведения агробизнеса. Какие трудности вам приводятся к акции сегодня в определении бизнеса? Ну, прежде всего, погодные условия. Все сельское хозяйство, не знаю, в каком процентном отношении, но очень сильно зависит от погодных условий. Молодежь видит, что нужно развивать. Они креативят, видят развитие, видят жизнь абсолютно по-другому. У них другие требования к территории, на которой они живут. И они стараются под эти требования адаптировать пространство вокруг. Начинающие аграрии выслушали советы опытных наставников, после чего их пригласили в спортивный зал сельскохозяйственного колледжа. Там прошли веселые старты с символом Зимней универсиады 2019. Краевые производители хлеба намерены поднять цены на свою продукцию. В среднем рост составит 10%, или от 1 до 3 рублей, в зависимости от вида изделия. Сейчас идут переговоры с ритейлерами. Сетевые магазины должны еще согласиться закупать и продавать хлеб по новой цене. Причиной повышения на предприятиях называют рост тарифов ЖКХ, подорожание горюче-смазочных материалов, изменение рыночной стоимости зерна. Если соглашение с администрацией крупных торговых сетей будет достигнуто, то новые ценники жители края увидят уже в ноябре. 50 лучших преподавателей края наградили за заслуги в сфере профессионального образования. Педагоги, научные сотрудники, аспиранты краевых вузов и техникумов получили грамоты и серебряные знаки отличия. Также в качестве поощрения за работу лауреатам вручили денежные премии. Это сертификаты на сумму от 50 до 120 тысяч рублей в зависимости от научной степени. Всплеск кишечной инфекции в Лесосибирске. За прошлую неделю врачи скорой помощи отправили в стационар около 15 человек. В основном это дети и школьники. Специалисты говорят, что это сезонное явление. Оно связано с ввозом в город большого количества грязных фруктов из стран ближнего зарубежья. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Количество вызовов не от ложки уменьшилось. Но пренебрегать правилами гигиены не стоит. Нужно чаще мыть руки, а также хорошо промывать фрукты и овощи. Наш девиз не умирает, все пойти и все узнать. В Лесосибирске для воспитанников четырех детских садов провели увлекательный квест путешествия в мир профессий. На территории одного из дошкольных учреждений расположились шесть станций. Детишкам предстояло вжиться в роль пожарного, полицейского, врача, инженера или, например, художника. Это командная игра, поэтому здесь коммуникативные навыки развиваются. И развиваются умения договариваться, где-то там находить, ну, выполнение заданий. В перспективе, конечно, мы планировали вообще конкурсные уже мероприятия провести, когда дети могут себя попробовать в определенной профессии и защитить себя потом этим. Каждая станция сопровождалась ребусами, веселыми викторинами и играми. Ребятишки с интересом включались в работу. Давай, давай, давай. Ребята, ну подише, еще, еще. Давай, Лена. Ну, другую рубку, Лена. Включите вот так. Давай, вот, Лена. Лена, давай, давай. Мы сегодня со своей командой потушили пожар и чувствовали себя пожарниками. Какой это врач? Зубной. Зубной. А как его правильно мы называем? Давай зубной. Прекрасно, умнички, зубки лечат. Покажите, кто рисовал. Молодец, здорово, справился. Воспитатели уверены, что такая интересная форма, как профориентационный квест, поможет ребятам лучше ориентироваться в мире профессий. И кто знает, может, некоторые из них в будущем свяжут свою жизнь с профессией полицейского, актера или пожарного. Замерзший и промокший под дождем Васька, назовем его так, уже четыре дня сидит на столбе и ни на какие уговоры спуститься не поддается. Только глядит с верхушки опоры и мяукает целыми днями. Пару раз уже при нас чуть не сорвался. Местные жители сообщили о ситуации спасателям, но на призыв о помощи никто не откликнулся. По всей видимости, животное убегало от собак и угодило в ловушку, из которой не смогло самостоятельно выбраться. Для котов подобные испытания труднопреодолимы. За домом они спускаться не умеют. Вот и сидит Васька уже четвертые сутки без воды и еды. Мы обратились в управление ГОИЧС. Бригада приехала через несколько минут. Здесь обесточивать электроэнергию, сеть саму обесточивать. Либо заземленную электровышку электрическую и снимать кота. И все. Больше по-другому здесь никак. То есть поставить лестницу из земли, подлазить чревасто тем, что ударят электротоком, будет травма производственная. И зачем? Еще ни одного трупа животного на столбе так и не найдено. Рано или поздно он слезет все равно сам. Помощь энергетиков со специальным оборудованием не потребовалась. Кот за какие-то несколько секунд самостоятельно слез со столба. Стоило только нашему оператору выключить видеокамеру. В мокрой траве его и след простыл. Что побудило животное все-таки отважиться слезть, неизвестно. Возможно, он не выдержал такого пристального внимания к своей персоне и решил унести лапы по добру, по здорову.